И вновь мы обращаемся к сегодняшним выборам в России. Только что мы получили информацию, что по предварительным данным, в одном из крупнейших российских городов, где сегодня проходят выборы мэра, побеждает оппозиционный кандидат Евгений Ройзман. Один из самых знаменитых в России екатеринбуржцев. Он знаменит своей борьбой с наркотиками, когда основал со своими единомышленниками фонд «Город без наркотиков». Понимая, что на милиционеров надеяться бессмысленно, Ройзман со товарища ловил преступников сам, записывал всё на видео и обращался за поддержкой к горожанам. Его методы вызывали большие споры, но, как видим, приносят победу на выборах. Если, конечно, власть с этим смирится. Пока что, повторяю, результаты предварительные. А сейчас на связи с нами наш корреспондент в Москве Лариса Задорожная. Лариса, есть ли какие-то результаты экзитполов, подсчёта голосов? Лариса. Пока что известны только данные экзитпола опроса на выходе с избирательных участков. Все социологические службы отдают победу исполняющими обязанности мэра Москвы Сергею Собянину, кандидату от власти. Например, по данным СИОМа, он получил 53% голосов. На втором месте оппозиционер Алексей Навальный. У него 32%. Это уже сенсация, поскольку ещё неделю назад ему давали 15%. Впрочем, данные штаба Алексея Навального резко отличаются от данных социологов. По его данным, Алексей Навальный набирает 36 голосов. А вот Сергей Собянин 46%, что автоматически означает проведение второго выбора, на котором всё и решится. Официальных данных пока нет в эти минуты. Второго тура? Второго тура выборов, да. Второго тура. В эти минуты московский городской избирком планирует провести пресс-конференцию. С минуты на минуту должны огласить предварительные результаты. Несмотря на то, что официальных данных нет, штаб Алексея Навального уже подал заявку на завтра на проведение митинга. Что это будет за митинг? Празднование победы или акция протеста против нечестных выборов станет понятна завтра, заявили в штабе. Митинг будет проходить на Болотной площади. Мы только что проезжали мимо Болотной. И там уже плотное кольцо полиции и два ряда коммунальной техники. Студия. Как я понимаю, Лариса, главная интрига это будет или не будет второй тур. Можно предвидеть, что оппозиционеры будут настаивать на том, что у них украли возможность следующего этапа борьбы. Что на самом деле не получил господин Собянин. Требуемых 50% плюс один голос. И вот вокруг этого будет разворачиваться интрига. И, наверное, это будет главной темой протестов. Правильно я понимаю? Да, именно на этом будет настаивать штаб Алексея Навального. Поскольку эти 4% плюс один голос как раз карта, вокруг которой будет разворачиваться битва. Поскольку социологи предрекают, что второго тура не будет. Штаб Навального что будет? Наверняка штаб Собянина о том, что тоже второго тура не будет. Мне приходилось слышать, Лариса, что вообще все социологические службы в России сейчас находятся под очень сильным политическим давлением. Со стороны власти, которые настаивают якобы на том, чтобы они завышали цифры провластных сил и занижали цифры оппозиции. Я напомню нашим зрителям, что примерно такое имело место в декабре 2011 года, когда началась первая волна российских оппозиционных выступлений, когда все социологические службы предсказывали один результат, а потом, что называется, посчитали, прослезились. Результат был ниже всех социологических прогнозов. Но, еще одна тема. Ведь Алексею Навальному вынесен, правда, в суде первой инстанции, обвинительный приговор. Он получил пять лет тюрьмы. И теоретически, если выборы закончились, то его сразу могут взять под стражу. Что говорят по поводу такого развития событий? Это возможно будет, но, как сам Навальный сказал, что власть все-таки не осмелится на это, потому что выйдут тысячи людей, как это было после парламентских выборов. Та же болотная, она оказалась символом того, что люди не согласны с политикой власти. Евгения, я еще бы хотела добавить о том, что существует еще одна сенсация, рекордно низкая явка москвичей, около 30%. То есть, москвичи предпочли садовые участки большей политики. И вокруг вот этой низкой явки тоже, возможно, будет интрига, которую сможет использовать власть в своих играх. Спасибо, Лариса. Наше время, к сожалению, заканчивается. На прямой связи с нами из Москвы была наша специальная корреспондент Лариса Додорожная. А мы переходим к нашей следующей теме.